В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Зачем приезжал Мантуров и почему растут очереди на жилье детям-сиротам? Об этом и не только говорили на оперативном совещании с участием Сергея Меликова. Подробности через минуту. Опять и снова мусор. Еще одна несанкционированная свалка обнаружена вблизи села Агачаул. Обеспечим продовольственную безопасность всей страны. Аграрии Дагестана ожидают в этом году 135 тысяч тонн риса. Сергей Меликов провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона. Говорили не только о ходе подготовки объектов электроэнергетики и газоснабжения к предстоящей зиме, но и о многом другом, где сегодня есть множество нерешенных вопросов. Продолжение темы. Сюжет Лорианы Шамхалаевой. Сергей Меликов начал с ситуации в промышленности республики, а именно подвел итоги рабочей поездки в Дагестане вице-премьера Дениса Мантурова. Напомним, федеральный чиновник посетил ряд предприятий региона и даже поучаствовал в запуске единственного в России завода по производству стеклянных шаров «Каспий глаз» в городе Дагестанские огни. «Обобщить весь перечень поручений данных Денисом Мантуровым по итогам обхода наших предприятий на Кэмзи и такой список доложить председателю правительства для того, чтобы он был у вас на контроле и мне». Обсудили участники совещания и подготовку к предстоящим холодам. Здесь глава региона обратил внимание на участившийся случай аварии на объектах электро- и газоснабжения. По статистике их более тысячи. «Как мы видим, больше всего проблем у нас в электроснабжении. Наверное, вы, уважаемые коллеги, ждете, когда я тоже по вам буду принимать радикальные решения, когда я буду выходить на руководство правительства Российской Федерации, на Министерство энергетики, на руководство Россетей с конкретной характеристикой о том, что вы не способны руководить». Далее обсуждение перешло в формат будущего о том, что, где и как будет сделано в рамках конкретных программ. Минстроид считался о том, что до 2027 года в Дагестане построят 18 объектов водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода». Сумма, выделенная на эти цели Москвой, впечатляет – это более 6,5 миллиардов рублей. «Основные два аспекта реформирования системы ЖКХ, которую мы для себя определили. Первый – это инвестиции в модернизацию, ремонт и создание новой коммунальной инфраструктуры. То есть это максимальное участие, в первую очередь, в различных федеральных программах к цели привлечения средств в эту отрасль. И вторая – это соответствующий уровень эксплуатации коммунальной инфраструктуры». Финансирование растет, но очередей от этого меньше не становится. Это о проблеме обеспечения жильем детей-сирот. Причем, по данным прокуратуры, в отдельных районах и городах это самое жилье зачастую получают те, кому оно не положено. Сергей Меликов потребовал навести порядок в данном вопросе. «У вас родители преднамеренно лишают себя родительских прав для того, чтобы ребенка сделать сиротой и за его счет получить определенные материальные… Это же мошенничество. У вас же существуют какие-то комиссии, у вас существуют какие-то организации, которые должны все это учитывать. Сделайте мне справку. Сколько у нас этих очередников выросло и в каких муниципалитетах, какие же муниципалитеты являются рекордными». Совсем не весело дела обстоят и с заключениями контрактов в рамках нацпроектов. На сегодняшний день лишь по двум из них достигнуто стопроцентное исполнение. Это производительность труда, туризм и индустрия гостеприимства. По остальным дела обстоят неважно. Глава региона дал всем поручение подтянуться к этим показателям. Ларианна Шамхалаева, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Молодой отец выразил благодарность сотрудникам ДПС Махачкалы, которые сопроводили его машину до больницы. Его сына укусила змея и счет шел на минуты. Благодаря оперативной реакции и помощи полицейских история завершилась благополучно. Мы его привезли в Каспийскую больницу. Там первую помощь оказали, но у них против яда не было ничего. Они нас отправили в Махачкалу. А в тот момент не было скорость, чтобы на скорую его довезли. Но я решил сам поехать на это, принял решение и выехал на дорогу. Когда я на дорогу выехал, доехал имам Шамиля, и эту пробку видел, и я посмотрел, не успею. А справа смотрел на работу, на службу находятся два экипажа. Сам подъехал к ним, и ребята, помогите. Пацана моего очень трудно. И они никакой вопрос, ничего. Просто приняли решение и сели на машину. Никакой вопрос. И они нас довезли на центральную больницу Махачкалу. Я опять говорю, они подарили. Просто сын второй раз меня подарили. Я им очень благодарен. Несанкционированная свалка обнаружена вблизи села Агачаул Корабудахкенского района. Здесь, на землях сельхозназначения скопилось большое количество строительных и бытовых отходов. В частности, пластиковые тары, обломки мебели, полиэтилен, куски асфальта, доски стали частью ландшафта. В ходе проверки Россельхозназор потребовал у администрации поселка ликвидировать незаконный полигон. Агрария Дагестана бьет очередные рекорды к ударному труду виноградарей. Присоединились и рисоводы республики. Так, в этом году урожай зерновых культур может достигнуть 135 тысяч тонн. В этом убедился и заместитель председателя правительства в ходе визита в Кизлярский район. Нариман Обдуму Талибов побывал на одном из ведущих рисоводческих хозяйств, на базе которого находится завод по переработке зерна с цехами для сушки и очистки. Все процессы на предприятии автоматизированы. Хозяйство планирует почти вдвое увеличить мощности по хранению риса и пассивные площади. Завод один из мощных, современных, оборудование импортное. Хочу сказать, что налаженная работа на хорошем уровне. Завод работает, обеспеченно работает 25 человек, занимается переработкой. Качественные рисы выпускают, экологически чистый. Понравился вообще подход, менеджмент этого завода. Понравилось то, что люди обеспечены работой. Понравилось то, что целый комплекс мероприятий проводится. По итогам встречи было проведено совещание, где обсудили проблемы, существующие в отрасли. Слет детско-юношеской организации «Российское движение школьников» пройдет в Махачкале. Он стартует 21 сентября на площади имени Ленина. Участие в мероприятии примут около 3000 взрослых и детей. Это активисты детских организаций образовательных учреждений города, их наставники, партнеры и представители НКО. Также на торжественной линейке 700 учащихся будут приняты в ряды движения. По словам организаторов, ожидается, что это будет самый масштабный прием в России в рамках одного муниципалитета. По окончании торжественной части ребята смогут принять участие в работе интерактивных площадок, организованных учреждениями дополнительного образования. И о спорте. Футболисты «Динамо» вернулись в группу лидеров первой лиги. В матче 10-го тура махачкалинцы в гостях обыграли «КамАЗ» из города Набережной Челны. Встреча завершилась со счетом 2-1. Первым в составе гостей отличился Олег Красильченко, поразивший ворота соперника уже на пятой минуте. Хозяева сравняли счет в середине второго тайма усилиями полузащитника Валентина Пальцева. Но за 8 минут до конца матча Шамиль Гасанов забил второй гол и принес нашей команде победу. «Динамовцы» набрали 17 очков и поднялись на пятую строчку турнирной таблицы. В следующем туре 25 сентября команда «Домос» играет с родиной. А в Каспийске завершился кубок по футболу на призы муфти Республики Шейх Ахмад Афанди. Мероприятие было приурочено ко дню единства народов Дагестана и 75-летию Каспийска. Призовый фонд турнира составил 200 тысяч рублей. Кто стал победителем, знает Хамзнур Магомедов. Ему слово. 36 команд турнир по футболу на призы муфти Дагестана в Каспийске проходит впервые. Участвуют исключительно жители города. Хотим, чтобы это стало у нас своего рода некое объединение, чтобы всех космичан, всех молодежь, чтобы мы могли объединить. И в таком формате, чтобы проводить это. Вчера, сегодня это был некий праздник для нас на самом деле. Все пришли вместе, все обедали, кушали, играли. И это на самом деле большой мотиватор для того, чтобы собирать людей. Игры проходят на выбывание. Формат 6 на 6. В турнире играют любители, работники разных сфер и даже спортсмены из других видов спорта. Очень приятно, что здесь есть возможность проявить молодежи, показать. И здесь это совместная работа с духовенством, спортом. Я думаю, что это очень важно. Вот эта работа, я думаю, что если мы вместе будем эту работу делать, значит ребята будут здоровыми, физически здоровыми и духовно. Это самое важное. Турнир проходил два дня. В результате упорной борьбы в финал пробились две команды – «Авангард» и «ЭКХ». В основное время победителей определить не удалось. И только в серии пенальти с минимальным преимуществом победу одержал коллектив из «ЭКХ». Честно скажу, я вообще не любитель футбола. Но находясь здесь, сегодня я, наверное, здесь провел где-то 5 часов. На самом деле было очень интересно. Почувствовать все эмоции. Конечно, самому даже иногда бывало, что захотелось забежать. И видеть, что здесь именно… Повторяю, команды «Хаспи», «ЭКХ» и «Аркада». Интересно, зрелищно. И я думаю, чем чаще будем проводить такие турниры, тем больше станет, шире станет и география именно подобных турниров, скажем так, дворового футбола. Всех победителей призеров наградили медалями и грамотами. Помимо этого, команде, занявшей первое место, организаторы вручили 100 тысяч рублей и переходящий кубок. Второму месту досталось 50 тысяч рублей, а команде «Хаспи», занявшей третье место – 30 тысяч. Отличившиеся футболистов также отметили индивидуальными наградами. После такого турнира, конечно, справили в городе, но мы неоднократно члены. Уважаемые братья, уважаемые наши помощники и волонтеры. Этой команде лет 10-15 разов в 5-6 выигрывали. Кто хочет помочь, хочет подойти, отнести. На этот раз тоже так же выиграли. У нас один и тот же состав уже сколько лет. Мы чуть наиграны. Большое спасибо, конечно, организаторам, но такой турнир хороший. Всем спасибо. Организаторы намерены проводить турнир на приземуфте ежегодно с привлечением большего количества участников. Хамзнур Магомедов, Магомед Магомедов, Багаудим Багадалиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Каспийск. Зарядка со спортсменами, приуроченная к 165-летию города, прошла в Махачкале. Более 300 человек приняли участие в утренней разминке на стадионе имени Елены Симбаевой. Среди них жители и гости столицы, а также воспитанники столичных спортивных школ. Мероприятие открыл начальник отдела физкультуры и спорта мэрии столицы Самир Габидов. Саму зарядку провели серебряный призер Олимпийских игр Магомед Ибрагимов и двукратный чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Магомед Магомедов. Салам алейкум, хочу поздравить с наступающим днем города, пожелать всем крепкого здоровья, чтобы наш город процветал. Раньше не было таких условий, сейчас, во всяком случае, особенно для спорта, я как серебряный призер Олимпийских игр хочу отметить, для спорта у нас все делается и все сделано. Просто молодежи, молодому поколению надо больше заниматься спортом, вести здоровый, правильный образ жизни. И, соответственно, вообще спорт и здоровый образ жизни – это хорошая альтернатива всему пагубному. В завершение участники мероприятия пробежали вокруг стадиона в рамках акции «Кросснация». Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok